Выбил эфир со своей презентации. И вообще эта тема для меня такая очень трепетная, поскольку крайне важно, когда мы внедряем CRM, это большое изменение в компании, это большое изменение для любого сотрудника. И именно к вопросу не столько и не только, точнее, настройки, но и внедрения именно психологического важно подойти серьезно. И сейчас я поделюсь своим опытом, поскольку мы уже 10 лет внедряем Bittrex 24 и сами начали одни из первых работать, мы фанаты Bittrex, да, и я поделюсь, что было не так и что сейчас я вижу в компаниях, с которыми мы работаем, как можно было бы облегчить этот процесс внедрения замечательного инструмента. О чем мы поговорим? Что руководителю сделать в первую очередь? Я расскажу, какие сложности будут, и они, к сожалению, будут, да, может быть, и к счастью, поскольку это зона роста, и как их преодолеть. В конце нам чек-лист обязательных шагов для облегчения переходного периода, опять же, на свой взгляд. И в процессе расскажу реальный кейс, как CRM спасла сделки. В общем-то, ну, примерно на 4 миллиона, но мы уже понимаем, что даже больше. Как я уже сказала, да, с 2011 года внедряем Bittrex и автоматизируем, и столкнулись со многими вещами. Кому доклад не нужен, тоже такой решила вставить слайд, это если ваши люди беспрекословно вам подчиняются. То есть вы сказали прямо на восток, значит, люди так и идут, да. Если в вашей компании присутствует слепая вера в лидера, что бы ни сказал, все готовы сделать. Вы готовы в любой момент заменить несогласных. Если они будут, то, скорее всего, будут, и не сбить в этот момент бизнес-процессы. И если команда сама попросила Bittrex, то в целом мой доклад, наверное, будет менее полезен, да. Если же это не так, то надеюсь, что 100% я вам предложу какие-то инструменты. Давайте разделим этапы внедрения до начала работы, что нужно сделать, как я рекомендую, как начать, собственно говоря, внедрять, ну и, собственно, процесс внедрения, как его популяризовать и какие шаги делать. До. Что нужно сделать до? Первое – это осознать проблему, да, или проблемы, которые есть в компаниях, ну, либо задачи, кто как, кто не любит проблемы. Все посчитать, сделать диагностику, и я рекомендую поговорить с профессионалами, да, то есть не упускать этот процесс, когда можно выяснить какие-то детали, какие-то нюансы. Давайте пройдемся по каждому пункту. Что значит осознать проблему? Юрий говорил, конечно, да, и я думаю, что он точно вас убедил, что CRM нужна, но я еще раз подчеркну, сейчас идет невероятная клиентоцентричность. То есть если мы с каждым клиентом не начинаем работать вот в подушке, да, и каждому иметь индивидуальный подход, то мы, к сожалению, проиграем. Без CRM, без учета всех действий, всей истории работы с клиентами сделать это невозможно. Омниканальность, то есть люди, которые хотят, вернее, мы как потребители, мы с вами такие же потребители, хотим общаться везде, в социальных сетях, да, в WhatsApp, в Telegram, ну, в общем, везде, где только можно, и получить мгновенный ответ, да. Если жонглировать с 10 каналами без автоматизации, это будет очень тяжело сделать, да, если у вас не 2-3 клиента. Все онлайн, ну, очевидно, и 2020 год окончательно поставил точку в этом вопросе, и я думаю, что вы замечаете у себя кратный рост конкуренции, в каком плане? Не только со стороны других компаний, но и со стороны самозанятых. Очень много, вот мы работаем с предпринимателями, жалуются на то, что специалисты, допустим, уходят и начинают самостоятельно что-то делать, да, и это создает безумную конкуренцию, демпинговать, да, и вот Дмитрий Кот, выступление было замечательным, как нам найти свое ОТП. И если у вас есть стратегия роста, вам не обойтись без CRM и без тех инструментов, которые предлагает Bitrix24. Следующий шаг – это все посчитать. Подумайте, да, вот фактически немножко чек-лист. Можете ли вы сходу сейчас прямо назвать, какая у вас воронка, воронки продаж и какая конверсия каждого этапа в каждой воронке? Можете ли вы сразу сказать, скорость ответа нашим клиентам составляет 30 секунд или это час, да, мы иногда, когда подключаем каналы коммуникации, видим, что клиенту отвечать могут 2 дня, то есть это недопустимо. Можете ли вы сказать, качество звонка такого-то менеджера 4-5 баллов, этого менеджера или там 100 баллов, да, то есть можете ли вы это сразу посчитать, посмотреть, послушать, да, дать обратную связь? Можете ли вы сказать, количество контактов на сделку, сколько делают ваши менеджеры? А это критично важно для того, чтобы ваши продажи росли. Какая окупаемость вашей рекламы? Можно ли быстро это тоже посчитать? И, конечно, получаете ли вы отчеты по продажам в реальном времени или нет? То есть если вы можете это посчитать, то и у вас нет CRM, то внедрение CRM вам точно принесет прирост минимум в 2 раза. Если вы не можете это посчитать, то CRM тем более нужна, поскольку без этих цифр, ну, мы не знаем цифр, мы не можем на них влиять, мы не можем ничего вырастить. Следующий шаг это, да, я показываю слайды, мы можем посчитать воронки в CRM аналитике, великолепный инструмент, мы не влезаем из него и постоянно смотрим, у нас 6 воронок, и это и постоянные клиенты, и по направлениям. И мы в каждом направлении считаем конверсию, сколько находится сделка, сколько дней, да, находится сделка в том или ином состоянии. Для нас это очень важно, чтобы деньги быстрее приходили, да. Также мы обязательно пользуемся и смотрим окупаемость рекламы, сколько денег принесла рассылка, сколько денег принес Facebook, да, то есть это все можно посчитать. Самое главное не сколько стоимость за клик, стоимость там заявки, да, даже это в целом можно посчитать без CRM, но именно сколько денег принес каждый канал. И можно принимать управленческие решения. Допустим, по итогам этой аналитики мы приняли решение одного менеджера снять следов, да, либо это входящие заявки, и перевести на теплую базу, поскольку конверсия в этих воронках у него была разная. Руководитель должен управлять воронками и конверсией, чтобы росли продажи, да, то есть нельзя подходить одинаково ко всему. Не пропускайте, рекомендую поговорить с профессионалами, встретиться, да, хотя бы обсудить, с чем может столкнуться ваша компания в вашем сегменте, не только технически, сколько еще и психологически, назовем это так, да, как они помогают внедрять, да, то есть что делают, какие шаги и с какими сложностями в целом можно столкнуться. Реальный кейс, да, строительной компании. Что было до? До внедрения работали три менеджера, накопили полторы тысячи лидов за буквально там 7-8 месяцев, была просрочка, то есть ничего руководитель не мог понять, что происходит, собственник не мог понять, что происходит с клиентами, работал другой руководитель отдела продаж. Истории нет, и собственник получал отчеты в виде гигантского экселя, в котором он просто просматривал какие-то истории, что вообще никак не настраивает на работу, да, не настроен на телефонии, и контроль за работой менеджеров, он такой ситуативный, да, там, человекоменеджмент. Прилетел, накричал и улетел, да, собственнику это надоело, и он понял, что нужно внедрять такие CRM, а до этого, ну, на самом деле, как бы она была в компании, но не внедрена. Что сделали? Сделали все шаги, которые вы видите, настроили телефонию, обучили, конечно, без этого никуда, написали скрипт, привлеклительный маркетолог, в общем, сделали шаги с контролем, да, и с постоянным пушем специалистов, что нужно делать. И ставили задачи, это очень важно, Юрий про это говорил, ставили задачи специалистам на исправление ситуации. Что в итоге, какой получился результат? Во-первых, мы вернули в работу менеджера, да, 75 заявок с потенциалом, средний чек довольно высокий, это строительная компания, порядка 15 миллионов рублей. Мы закрыли висяки, наконец-таки энергия освободилась, достижение. Мы провели опрос и выявили три точки роста для отдела продаж. Это точно даст прирост в хороших миллионов, да, особенно учитывая чек. И мы выявили пять негативных историй, которые очень прям неплохо могли, плохо, точнее, сказаться на репутации компании, и мы вовремя их обнаружили, и руководитель предпринял действие, чтобы вернуть клиента в воронку. То есть мы помогли нейтрализовать негатив. Без CRM этого было сделать невозможно. Excel, конечно, хороший инструмент, но мы понимаем, что это произошло благодаря Bittrex. Что еще вам потребуется, да, и вообще для чего нужно привести вот эти все шаги до того, как вы начали внедрять, что-то настраивать и так далее. Это даст вам веру внутреннюю и основу для вашей настойчивости, потому что без настойчивости и без вашей внутренней веры как руководителя, как собственника, ну, к сожалению, может ничего не случиться, да, и, скорее всего, ничего не случится, не случится. Будет саботаж, может, ну, скажем так, я так вас пугаю, да, но, тем не менее, очень вероятен, да, возможен. Возможно, ваши нестабильные эмоции, мы видим это на руководителях, и поэтому очень важно подготовиться, да, поскольку, когда вы все посчитаете, вы поймете, сколько вы упускаете денег и сколько вы можете привлечь, да, то это должно придавать вам веру и уверенность. Вы поймете, что будут несогласные, да, и немножечко подготовитесь к возможным потерям. Их может и не быть, да, и я сделаю все сейчас, да, чтобы показать вам шаги, которые позволят снизить вот эти вот вещи и какие-то потери. Диагностика людей, да, я рекомендую составить профиль сотрудников, есть нейтральные специалисты, есть ярко, вы точно знаете, так, будет негативить, да, я уверена, что вы прекрасно знаете своих людей, а этот человек, допустим, он будет хорошо воспринимать изменения, да. После диагностики людей подумайте, да, можете ли вы заменить, поскольку мы встречаемся с такими ситуациями, мы никогда не советуем всех менять, все вообще увольнять, да, все делаем максимально делегатно. Но возможность замены, можете ли вы специалиста этого заменить, стоит ли на него давить, то есть для вас это тоже будет важный план А и план Б. Например, самого звездного продавца, да, с ним будет отдельный план действий, и мы прям рассказываем, что нужно делать. Выявить неформальных лидеров, с кем поговорить в первую очередь, и, в общем-то, собственно говоря, когда вы проанализировали своих людей, да, вы можете сделать стратегию работы с каждым сотрудником. Следующий шаг, который я рекомендую, здесь три вариантов, да, то есть аудит бизнес-процессов, как сделать, именно текущих, которые есть, какие проблемы, это даст вам основу для разговора с людьми, чуть дальше об этом скажу. Самый лучший вариант – это когда вы всех вместе собираете, устраиваете, ну, типа, мини-стратегическая сессия, допустим, там, часа на три, на четыре, да, где вы определяете совместно с ключевыми людьми определение проблемных зон и процессов. То есть, ребят, давайте поговорим, где у нас что страдать. Есть специальные фазитационные механики, которые позволяют вытащить из людей проблемы абсолютно легко. Далее вы совместно вырабатываете решения. Поверьте, команда очень часто сама даст вам наводку, что нужно сделать, да. После этого с помощью, опять же, техник вы принимаете командные решения, которые крайне редко будут оспариваться, то есть потому что команда приняла сама. Если позволяет возможность здорово пригласить фасилитатора, но если вы владеете техниками, сделайте это, да, это один из таких хороших вариантов. Второй вариант, если вам не подходит первый по тем или иным причинам, это провести беседу один на один либо с человеком, либо с отделом, да. Расскажи мне, пожалуйста, Ирина, да, и Вера, как у нас здесь все устроено, да, и какие у нас есть проблемы. Прямо выписать, да. Вам именно нужно поговорить. Пусть люди выскажутся, да. Вы это запишите, что раздражает, вызывает раздражение в рабочем процессе. Вот такой вот вопрос, он позволит вам прямо составить список, с которым вы уже можете потом понять, как эти именно задачи людей решит BITREX24. И вы им же будете продавать по их же проблемам, да, выявить проблему, презентовать и отработать раздражение. Если это не очень вам отходит, вы, допустим, интроверт, то можно сделать опрос, либо анонимный, либо открытый, опять же задав вопрос, что вызывает раздражение в рабочем процессе. Все, конечно, зависит от культуры, поэтому я и говорю, если есть возможность, поговорите с профессионалами, встретьтесь, да, что, какие могут быть сложности на этих этапах. Ну и следующий шаг, конечно, это начать делать. Это, как говорят, дорога в тысячу миль начинается с первого шага. Здесь есть несколько шагов, это, конечно, вступительная речь. Иногда бывает так, что, ну, сейчас перескажу, да, переведите все в BITREX24, легче сделать, чем нет такой принцип, и три кита любых изменений. Сейчас давайте подробнее я на каждом остановлюсь. Вступительная речь. Во-первых, очень часто я вижу так. Так, ребят, что-то там какой-то бумажкой сдалась, да, внедряем BITREX24. Все, это как бы не обсуждается. Люди не успели пошуметь, да, то есть люди не успели это привыкнуть. То есть нет продажи данного решения, а продавать данное решение надо команде. Если, ну, если, опять же, повторюсь, у вас не директивный стиль, когда так, ребята, я сказала на восток, все идем на восток. Озвучьте свое решение причины. То есть причины дадут вам это диагностикам, которые вы сделали, поговорить с людьми, выявить бизнес-процессы, поговорить с профессионалами. То есть вы получаете доводы, да, и вы определяете, что, ребят, есть тренды, которые мы не можем игнорировать, чтобы быть впереди конкурентов, да. Далее вы озвучиваете причины, определяете, прям тут же озвучиваете время на адаптацию, что, коллеги, никто с завтрашнего дня не начнет всех стягать, да, мы даем X времени на адаптацию. Опять же, все зависит от количества компаний. Далее вы показываете выгоды для каждого отдела и сотрудника, если это уместно, ну, в зависимости, конечно, от количества компаний. И очень важный нюанс, когда мы говорим, точнее, руководитель озвучивает, а что будет, если не делать. И здесь, конечно, опять же, вам поможет аудит процессов и аудит людей, которые вы сделали заранее. Потому что очень часто бывает так, вдохновительную речь произнесли, вроде как ничего не спросили у людей, они покивали, ушли, через год приходим в компанию, а воз и ныне там, да. Очень важно это озвучить. Но, повторюсь, в вашей душе должна быть вера и подкрепленные цифры, что все будет хорошо. Поверьте, все будет правда хорошо. Погружайте в будущее. Ребят, как здорово будет, что мы с вами вот получим такие-то инструменты, да, у нас будет такой-то прирост, облегчится работа. То есть там множество есть нюансов, которые позволят людям облегчить работу. Ну и дайте пошуметь в том плане, что на этом же собрании можно высказать, какие-то получить возражения, да, пообсуждать что-то. Но после того, как закончилось обсуждение, закончилось собрание, очень важно сообщить людям о том, что, ребят, решение принято, мы выслушали вас и примем меры к тому, чтобы помочь каждому из вас влиться, да, но решение принято и обсуждать его через три минуты после того, как вы вышли отсюда, да, и субботировать будет нельзя. Вступительная речь очень важна. Желательно, конечно, это сделать вживую. Все в Bittrex 24. Следующий шаг после того, как мы все озвучили, все сделали, перевести все процессы в Bittrex 24. Мы сделали так. У нас, когда мы внедряли, мы сделали ровно то же самое. У нас были ошибки. Были ошибки, что мы вводили жестко. Ну, 10 лет назад не очень-то задумывались на эту тему, да, были горячие, вот, вводили жестко. Но все правильно мы сделали, когда перевели все сразу в Bittrex. То есть мы не стали, как бы, не делали двойных стандартов. Ну, тебе можно там, тебе сям, ну, ладно. Любой отчет, любой документ, который шел вне Bittrex 24, был завернут. Да, все супер, отлично. А теперь поставь задачу в Bittrex. А теперь прикрепи вот сюда. И это не было никаких вариантов, да. То есть не разрешайте использовать старые инструменты. Может быть, буквально там на чуть-чуть какой-то период, но не разрешайте. И крайний такой шаг, да, но он может иметь место. Это завязка на материальную мотивацию. Мы гонорары все, на тот момент у нас были творческие сотрудники. Мы все расчеты гонораров завели в Bittrex 24. И сказали, ребят, если не будет данных в Bittrex в день зарплаты, то есть был переходный период небольшой, там буквально месяца два, если не будет здесь, вы зарплату не получаете. И после того, как несколько человек не получили зарплату, ну, то есть получили ее, конечно, но чуть позже, да, то мы поняли, что, ну, то есть все стало более-менее хорошо. Конечно, все нужно согласовывать с трудовым кодексом, да, но я думаю, что все можно устроить однозначно. Мы советовались с юристами. Три кита успеха. И это правда критично важно, да, прошу внимания. Личный пример. Очень много я вижу случаев, когда руководитель не хочет себя ломать и говорит, вот сотрудники пусть в Bittrex, а я не буду туда заходить, потому что это им надо. Нет, это надо прежде всего вам. Им, ну, мне не нравится это, конечно, высказывание, но им это меньше всего надо, потому что повышается прозрачность работы. Повышается, сразу все видно, да, сейчас я покажу скриншоты. Кто работает, сколько задач, какие просрочки, ну, все видно. Поэтому будьте добры, это вам прежде всего нужно и личный пример руководителя. Вы как собственник, ваши руководители подразделений не должны никак по-другому работать, только там. Неумолимый контроль. Мы помогаем на этапе контролировать, потому что, ну, конечно, люди не могут сразу все понять, да, как, что владеть. Это нужно время, это нормально. Поэтому лучше контролировать. Ага, здесь ты сделку не так сделал, а здесь лид неправильно назвал, робот не сработает, а здесь вот это. То есть это все помогут сделать профессионалы, поскольку, ну, все-таки лучше, конечно, обратиться к профессиональным людям, которые могут контролировать и подсказывать, обучать, никого там наказывать не надо. Третий – это поддержка и агитация. В каком плане, да? То есть в Битриксе есть пропаганда, то есть это из советских времен, но, тем не менее, это реально работает. В каком плане? В Битриксе есть чудесный инструмент. Ну, во-первых, мы, конечно, когда начинают внедрять, заходим, пишем важное сообщение с тем, что приглашаем в портал, здесь у нас будет рабочее место, у Битрикса есть шаблон тоже замечательный, где каждый сотрудник может ознакомиться и поставить свою электронную подпись, да, что вот так и так, я подписался, я прочитал, и вы видите список. То есть это такое важное сообщение. Вы можете использовать, естественно, этот функционал для любых, вот видите, у нас на новогоднюю вечеринку это было очень важное сообщение. Далее, публичная похвала за малейшие шаги, завели правильную сделку, сделали, там сработал первый робот, да, там приступила первая оплата, вы это увидите все вместе, то есть любое малейшее, то есть у Битрикса есть великолепный инструмент, это похолюшки, ну, мы так их называем, благодарности, да, с различными иконками, и у людей в их профиле копится этот рейтинг, им тоже очень здорово и приятно собирать вот эти вот ачивки, да. Поверьте, для эмоций это прям реально важно. Иногда мы заходим в компанию или не пользуются этим, да, считая вроде как, ну, какое-то баловство, но все-таки мы люди, мы любим эмоции, и мы можем это сделать с помощью данного функционала. Конечно, это работа по задачам, ну, с продажниками, да, с специалистами продажам все более или менее там попроще, там есть сделки, отчеты, вот, но вы можете видеть работу любого подразделения, если они работают по задачам, вы можете видеть отчет эффективности, да, кто как работает, вы можете последить, посмотреть вот в данном случае на руководителя, выполняет ли он задачи сам большей частью или много поручает. А если, например, я вижу, что руководитель, надеюсь, виден скриншот, что он наблюдает, да, очень много специалистов, это означает, руководитель, это означает, что он много слишком не может отдать, да, то есть он контролирует, и это очень плохо на самом деле, потому что излишний контроль, он превращается в микроконтроль, и он убивает человека, да, поэтому тоже вот эти вот цифры мне позволяют видеть, какая ситуация идет именно у руководителя. Ну, у сотрудника, когда я вижу, конечно, просрочки, когда я вижу ниже 80% или 70% эффективность, то это тоже сигнал, что сотрудник не справляется, надо посмотреть, что там происходит, посмотреть его график. Мы все живем по календарю, который в битриксе, у нас все задачи именно в битриксе прописаны, и в календаре видна загрузка, да, специалиста, то есть это великолепный, замечательный инструмент. Что еще в пропаганде и агитации? Пронаграждать любое действие. Вообще, ну, это не материальное, конечно, у нас есть клиенты, которые платят премию за то, чтобы в задачах, если высшая эффективность такая, то платят премию, да, но это уже вам решать, и вот обязательно фиксировать прогресс, да, то есть вы видите задач, ага, стало меньше красных задач, вот посмотри, здесь ты уже лучше справляешься. Ну, про сделки, про CRM, я, конечно, не говорю, там сразу видна конверсия, рост конверсии. Мы вырастили свою конверсию фанатики с 19% до 47%, то есть просто, ну, как бы взялись, да, и сделали. Постоянная обратная связь, то есть вот посмотри, да, то есть один на один, либо в отделах, да, то есть посмотрите, ребята, здесь надо сделать так. Ну, вот контролеры, которые мы предоставляем, да, контроль позволяет это очень хорошо сделать, сразу видны ошибки, например, мы делаем рейтинги задач, ну, в общем, много чего, да, чтобы облегчить вот этот вот такой эпоху перемен, да, такую для компании, чтобы реально все влюбились в инструмент. Ну, если, скажем так, есть какие-то нюансы, то публичный разбор ошибок – это тоже правильно. Можно делать, скажем так, без имен, естественно, но тут уже каждый выбирает сам по своей культуре. И это тот принцип, он немой, учить, лечить, мочить, да, Максима Батарева, который, вы знаете, я о котором тоже хотела бы сказать, для внедрения, поскольку очень часто мы, как руководители, или руководители остаются на этапе учить, останавливаются, да, или функцию лечить, мочить хотят передать внедренцам, да. То есть вот, ребят, вот, пожалуйста, вы контролируете, вы рассказываете ошибки, а что дальше, что происходит? Мы говорим, ну, коллега, вот лечите, мочите, да, мы можем помочь с лечением, это дополнительное обучение, да, дополнительный какой-то контроль, мы можем этим помочь. Но когда уже нужно переходить к ситуации, о которой я говорила, а что будет, если нет, потому что сотрудники будут тестировать нас на прочность, и постоянно они это делают, это нормально, и мы кого-то тестируем на прочность. Вот это уже функция, конечно, руководителя, и который должен и может, да, влиять на эту ситуацию. Коллеги, я, в общем-то, перехожу, закончила, да, к чек-листу перехожу. Итак, немножечко, что нужно сделать до, это осознать проблему, все посчитать, сделать диагностику людей, да, процессов, поговорите с профессионалами, не упускайте этот шаг, и сформулируйте для себя, положите основу веры и настойчивости, что этот инструмент вам точно даст рост компании. Начало. Продиагностируйте людей бизнес-процессы и поговорите, да, то есть поговорите отдельно, совместную и вступительную речь дайте. Определите время, которое вы готовы, ну, вряд ли это, конечно, будет полгода, хотя, конечно, есть там большая, огромная корпорация туда, но в небольших командах до 30, до 50 человек вполне это достаточно, там, 3-4 месяцев, главное это все делать, да. Переведите все в BITREX24, введите пропаганду и агитацию, публично хвалите, обязательно контролируйте все вот эти вот функции, да, контроль, планирование, делегирование, все должно быть, и учить, лечить, мочить, если вдруг в вашей культуре это уместно, а вы понимаете, что этот инструмент будет работать. Мы для себя приняли решение, что мы не будем работать на коленке, мы приняли решение это давно, да, там, больше 10 лет назад, и были случаи, когда приходили новые люди, им было тяжело, да, они привыкли работать там на листочках, на Excel и прочее, были, но мы с такими расставались, поскольку для нас это крайне важно. Я жду вопросов, если они есть, коллеги и друзья, есть ли вопросы? Ольга, какую литературу посоветуете? Ксения, по поводу литературы, по внедрению, наверное, никакой, но, может быть, знаете, я подумаю, хорошо, попробую, может быть, в рассылке, да, сделать, но литературу про изменения пока не могу прям на гора выдать, если участники, да, напишут в чат, вдруг кто-то видит, то это очень здорово, да. Итак, сколько у вас продающих менеджеров? Шесть, Юрий, у нас шесть продающих менеджеров, в компании работает 18 человек. Подскажите, вы берете согласие на обработку персональных данных? Конечно, и лит не может поступить в Витрикс, если нет подписи, галочки, что согласен на получение рассылки, да, это обязательно, обязательно. Угу. Есть ли еще вопросы, коллеги? Ольга Михайловна, очень актуальная тема, с чего начать? Ольга, вы знаете, ну, мне очень сложно ставить диагноз по фотографии, реально, начните хотя бы с беседы с нами, да, то есть это бесплатно, условно, за 15-20 минут, задав вопрос, вы, наш специалист точно вам расскажет, куда я, в какую сторону идти, да, поэтому, ну, вот так не смогу. Насколько имеет смысл внедрять Витрикс в малых строительных компаниях? Дмитрий, а что такое малая компания, да, это сколько человек? Один, два, три, скажем так, больше трех, и если у вас есть стратегия роста, то есть вы не хотите останавливаться на трех, да, вы хотите сотрудников, чтобы было 10, 15, 20, то, конечно, абсолютно имеет смысл это делать. Я в нашей компании, наоборот, очень хочу внедрения CRM для аналитики, даже пользуюсь бесплатной версией, которая не дает денег. Юлия, да, нужно здесь, конечно, проводить политику, да. Знаете, как у нас делают, Юлия? Делают следующим образом. Иногда. Лайфхак, да, с нами связывается специалист, который очень хочет. Мы записываем видео совместно, он задает вопросы, и буквально 15-20 минутное видео показывают руководителю, да, который уже дальше понимает, имеет ли смысл идти дальше или нет. Второе. Попробуйте почек-листу, который я дала, предыдущий, да, ну, чуть-чуть, когда можете ли вы посчитать воронку, можете ли вы посчитать конверсию, можете вот это вот сделать, да, презентация вся вышлется, и вышлим, и понять, ребят, если мы это не считаем, как мы будем расти дальше, да, то есть, ну, опять же, есть ли есть стратегия роста. О, Дмитрий Каюков советует сердце перемен, Дэн и Чип Хиз. Имеет ли смысл внедрять в Битрикс для ручной автомойки? Опять же, Снежана, да, сколько у вас сотрудников, кого вы хотите туда завести, что вы хотите контролировать, цели, да, определите цели. И если у вас есть, опять же, желание, чтобы там все было автоматизировано, работа с клиентами велась, чтобы это все было не вручную, все подсчитано, абсолютно имеет смысл. Ссылку на покупку Битрикс24, общение с специалистом по внедрению. Да, сейчас моя коллега Елена скинет еще раз контакт, который у меня есть. Можно туда написать, мы быстро назначим встречу. Сотрудников 8-10, конечно, Гуар, обязательно, да, это, ну, я так сказала, конечно, вообще, не знаю вашей ситуации, но 8-10, это уже прям коммуникации, представляете, там больше 100 связей возникает, да, и, ну, я думаю, что если вы пройдетесь по каким-то вопросам, да, моим, что вы можете посчитать, можете ли вы влиять на это, то это вы, думаю, сами ответите вопрос. Дело даже не только в сотрудниках. Синхронизируете у себя Битрикс24 с 1С или все дублируете параллельно в двух системах? Да, синхронизируем, все абсолютно совмещается, вы можете выписывать, и вам не нужно работать в нескольких системах, да, лучше обратиться, да, написать, и мы покажем, специалисты покажут, как это делать, без проблем. Вам не кажется, что программа делает и сотрудников Интики, лишая творческой инициативы? Дмитрий, спасибо, конечно, за вопрос. Мы творческий коллектив, да, у нас маркетологи. Мы изначально с 2004 года внедрять стали с 2011, мы занимались телевидением. Уж поверьте, творчество, да, для нас это не пустой звук, не убивает, приводит в порядок, да, и становится более управляемым процессом. Процессы становятся более управляемыми. Более того, ну, мы же там тексты, да, там неправим, не пишем, то есть, поверьте, не лишает, Дмитрий. Уж мы, творческие люди, можем сказать, что ничего не лишает. А лишь такой, приводит в порядок. Гуар, аренда и услуги спецтехники. У вас, видимо, большие, ну, B2B-продажи. Гуар, ну, я думаю, там точно надо считать и воронки, и конверсии, и надо следить, откуда лиды, это прям да. У вас очередь из продавцов, что вы легко расстаетесь с двоечниками. Юрий, ну, мы HR-процессы очень хорошо выстраиваем. Вернее, не очень хорошо, мы выстраиваем HR-процессы беспрерывно, если вы об этом. Есть ключевые вещи, с которыми мы не готовы мириться. Мы не готовы мириться, если специалист не умеет и не хочет работать в CRM, не хочет заводить историю работы с клиентом. Видите, мне кажется, у меня даже голос жестче стал, да. То есть, это для нас абсолютно неприемлемо, да, потому что когда-то мы приняли это решение. Я как собственник, я, мой руководитель, моя коллега, да, руководитель отдела продаж, директор. Мы должны знать, что происходит с каждым клиентом в любую секунду, и это не обсуждается. Юрий, мы в Смоленске, 290 тысяч населения. Поверьте, я знаю, что за проблема в маленьких городах. Доброго дня. Снижается ли личная эффективность постановщика задачи, если исполнитель затягивает срок? Нет, постановщика нет, только исполнителя. Чисто технически такой вопрос у исполнителя. У соисполнителей снижается, у постановщика нет. Так, пойду во вкладку, может быть, есть еще вопросы. Сколько продающих, да, я уже ответила. Есть ли еще, коллеги, вопросы? Анна, сколько у меня времени? Семь минут. Семь минут. Я еще могу поотвечать на вопросы. Спасибо, Ксения. Анна, может быть, у вас есть вопросы? Да, 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 сейчас, подожди. Да, но мы из одной студии. Спасибо, Ксения. А, Оль, у меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, насколько, на свой взгляд, нужно быть жестким в преднедрении системы серии? Ну, все, конечно, зависит от корпоративной культуры. Я так скажу, когда мы внедряли у себя, мы сжестили. То есть прямо... Ты сжестила? Ну, как видишь, когда я принимаю решение, то это все. То есть мы должны это делать. Тем более, опять же, мы понимали выгоду. И для нас это было неоспоримо. Поэтому мы прям жестко. Я не рекомендую подобные подходы, да, если только это не в вашем характере, и люди к этому привыкли. Потому что есть руководители, которые... И там все слушаются, да. Вот, поскольку мы все люди, да, и те шаги, которые я написала, да, и сказала, они очень мягкие на самом деле, да. И единственное, где надо быть жестким, это вот на мой взгляд точно, это когда вы обсудили, поговорили, поучили, да, вот все состоялось, да. То есть здесь надо нормально обвести себя. Но когда человек начинает переходить на стадию лечить, он, ну, я забыл. Ой, ну да, ну тут я не очень хорошо. Ой, ну я потом. Вот это вот начинается, да. Уже начинаем закручивать байки, да. И уже на этапе мочить, когда мы переходим, когда человек уже совершенно садится, то я здесь уже жестко. Конечно, когда большая команда, там, наверное, другие будут процессы, там, не знаю, 100 человек, да. Но я думаю так. Но в среднем, как долго, где этот процесс переходит? То есть вот от точки А до точки Б, когда можно сказать, уже выдохнуть и сказать, что да, мы пришли. Вот, ну, по-двоему. В зависимости от компании, в зависимости от личности руководителя, это тоже очень важный фактор, от 5 до 9 месяцев. Но, конечно, конечно, это если внедрять, показывать своим личным примером, награждать, порчать, то есть вот делать вот эти действия, то вот это вот человек. Потому что мы встречаем компаний, которые и 3 года назад они... Или сих пор не могут. Но до сих пор ничего, да. То есть как-то вот... На каком этапе можно уже давать некие послабления в процессе внедрения CRM? И какие послабления можно делать? Ну, я не совсем понял вопрос. Сейчас я, да, вот... То есть, ну, у нас нет послабления. У нас нельзя не внести CRM данные по клиентам. У нас нельзя не поставить задачу. Более того, у нас в компании есть принцип, и это тоже было... Сейчас это уже даже люди, попадающие к нам в культуру, у них даже нет мысли, что нельзя поставить задачу. У нас есть такое. Не поставленная задача в битриксе может быть не выполнена, даже если это задача от руководителя. Ну, то есть, как бы, меня сейчас-то спрашивают, Оля, а вот как с саботажем? Я говорю, у нас такие люди не задерживаются, которые саботажены, вдруг что-то начали делать. Нет, это все понятно, что надо поставить в битрикс. И у нас нет таких задач, но на начале этапа у нас будет, ребята, ты имеешь право, руководитель сам говорил, ты имеешь право поставить, и я говорю, да, не выполнить задачу, если я не поставлю в битрикс. Я знаю, что он может это сделать. Не назло мне, а события, мы все люди, да, и я сама бегу, ставлю в битрикс, и вот это сделаю очень просто, да, сообщения из комментариев, все, что продумать. Что для тебя, как для руководителя, было самым сложным на пикапе от внедрения следа? Это жестить. Это жестить, да, и, конечно, приходилось всегда ломать, да, потому что я очень мягкий человек, вот, но мы просто, вот говорю, верой и настойчивость, мы просто поняли, что мы не будем так жить. Вот есть ключевые какие-то вещи, которые мы любим. Да, можно как-то разочек простить, два простить, да, то есть, если ты видишь, что человек сел на шею, и, ну, значит, все. Как ты себя восстанавливаешь с этой жесткой процедурой. Не, ну, это бизнес, это компания, это дело. То есть ты понимаешь, ради чего ты это все делаешь? Конечно, да, да. Если я поспорю одному, значит, другой позволит, что-то превратиться в хаос. Нет, спасибо. Так, друзья, у нас еще есть буквально две минутки, поэтому вы можете додать свой вопрос. Да. Оле. Угу. Вы проводите обучение для сотрудников при внедрении? Марина, да. Более того, у нас разработана серия внедрений, она происходит в прямом эфире, в любой момент можно задать вопрос специалисту, да, и самое еще важное, у нас потом есть аккуратство. Мы эти записи на видео, записи, записи на интернете, то есть они сохраняются, выделяются базу знаний, опять же, в битриксе, и все, вы всегда можете вернуться к этому. У нас даже есть экзамен. Как найти ту грамму, которая не позволит пережить? Ну, Ксения, тут уже, конечно, все от вас зависит, да. Но надо провести аудит людей, с кем вы, так, как вы готовы, да, и опять же, что значит не пережистить? Определите для себя, я так скажу, определите для себя количество действий, которые вы можете потерпеть. Например, 3 раза, 7 раз, 5 раз, которые вам подходят. То есть человек нарушил правила 5 раз. Нарушил, мы его предупредили, нарушил, предупредили. 5 раз так происходит, все, реально этого достаточно. 5 раз, это, о, боже, да, и все, вы не пережистите. Если вам комфортно, вам остатки 7 раз, да. И вот после этого отсчитывайте. Нарушил, 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 извини, чувак. А надо ли предупреждать сотрудника, что будет дорогое? Абсолютно. Это обязательно все открыто. Смотри, три предупреждения, балочка, чехлист, все, а дальше на выход, если уже так. Так, еще вопрос. Какова стоимость услуг при помощи в обморке? Алена, есть разные пакеты, условно от 5000 рублей, назову это так, поэтому в сообщении вам придет наш адрес, и поэтому вы сможете связаться, быстро ответим, все готово. Ну, стоимость вот от 5000 рублей.